Я вас приветствую, всех во имя Иисуса. Пусть Господь вас коснется сегодня, пусть придут ответы, пусть уйдут все проблемы, пусть придет мир в ваше сердце. И знаете, прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы сказать ко многим, многие проблемы просто отпадут в нашей жизни. То, что нас, какие-то переживания, то, что нас гложет, то, за что мы переживаем, то, что нас напрягает, может сразу же уйти в сторону и исчезнуть, как мыльный пузырь, когда мы начнем поклоняться Отцу в Духе Истине. Просто начнем петь, просто начнем молиться и просто начнем поклоняться Ему, хвалить Его, благодарить Его. Уже пойдем немножко дальше, чем просто наши молитвы, дай, дай, дай. Уже будем говорить Господу, на, 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 возьми мое сердце, возьми мою жизнь, возьми все, Господь, и пусть это принесет тебе славу. И вы знаете, что Павел и Сила были избиты за Слово Божье и брошены в тюрьму. Это был случай из их жизни. И в тюрьме, в таких тяжелых состояниях, в унижении, в моральном, физическом, просто это невозможно. Никто из нас не был в таких ситуациях. Они начали петь Богу, они решили, что они сами себе помочь в этих ситуациях не могут. И они просто решили, ну что они могут? Это либо роптать, либо поклоняться. И вы знаете, что они начали поклоняться. И небо ответило. Ответ пришел настолько уникальный, настолько просто нереальный, что земля дрожала, тюрьма дрожала. И все клетки были открыты. У всех наручники упали. Все полностью, моментально. Вся тюрьма, все тюремчики, которые даже не поклонялись. Которые были, может быть, просто неверующие атеисты или богохульники. Они были преступники. У них у всех упали наручники и камеры открылись. И когда тюремный страж увидел такую картину, у него был шок. И он понял, что все, тюрьма открыта и все убежали. И хотел самоубийством закончить жизнь. А Павел говорит, стой, не делай этого. Бог дарит тебе жизнь. Никто не убежал. Потому что то, что Бог делает, Он делает чудесные чудеса. И он был очень удивлен. Это был день спасения того тюремного стража. Может, вы охраняете тюрьму. Может, вы охраняете какие-то тяжелые объекты. Серьезные объекты. Может, там что-то произошло. Может быть, вы думаете, что все в жизни закончено. Знаете, что наверху есть Бог. Который не так уж далеко. Он далеко для физического измерения. Но он находится на расстоянии молитвы. Помолитесь Ему. Вы увидите чудо. Начните благодарить Господа. И вы увидите, как многие проблемы в вашей жизни изменятся. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться «Инструкция к жизни». Если бы мы все жили по инструкции, то не было бы в мире бед. Не было бы сирот. Не было бы абортов. Если бы, судя по инструкции, никто не блудил бы. А блудят почти весь мир. 99,9. А, наверное, и все 100. Понимаете? И физически, и в мыслях. И прелюбодействуют. Замужние. Изменяют. То. Не было бы абортов. Не было бы зла. Не было бы ничего. Люди. Знаете, Бог, когда творил жизнь, Он ее творил прекрасной и чудесной. Он не сотворил, знаете, касты людей. Категории. Вы должны жить плохо. Причем всю жизнь до конца смерти. Вот вам повезло. Вы из царского рода будете жить. Все хорошо. Бог для каждого человека приготовил прекрасную жизнь. Прекрасную. Не было бы войн на земле, Если бы государство, правительство, Президенты, помощники, министры. Если бы все, как сказать, следовали бы инструкции жизни. Не было бы войн. Не было бы сегодня новостей. Те, кто врут по новостям, они потеряли бы работу. Им пришлось бы идти на другую работу. Но так как люди пренебрегают инструкцией, Мы наблюдаем весь хаос, который творится в жизни. Не было бы разводов. Знаете, что такое развод? Насколько это ужасен. Насколько он влияет не только на двоих. Он влияет на поколения. Он убивает поколения. Вырастают дети с отклонениями. Раненые. Отверженные. Они ищут потом. Где-то и не могут найти вот этого, То, что было в семье с мамой, с папой. Не было бы сегодня нищеты. Многие люди, задайте вопрос, Почему вы нищие? Потому что вы не следуете инструкции. Если жить по инструкции, Вы не будете нищи. Вы не будете нуждаться. Может, вы не будете мультимиллионером, Но нуждаться вы точно не будете. Не было бы смертей, Которые мы видим. Преждевременных смертей. И так далее. Сегодня отношение к инструкции Пренебрежительное. Кто-то считает, Что сейчас время современное. И мы больше не нуждаемся в этой старой книге. Да, это инструкция, это Библия. Это Слово Божье. Это Слово Бога к человеку. Вы знаете, в начале, В самом начале, Когда Бог сотворил человека на земле, В самых прекрасных условиях, В раю, что говорить? Рай. Мы только слышим, Что рай это что-то хорошее. Но если бы мы только попали бы в рай, То наши все представления, Они просто были бы ничем По сравнению с тем, Что мы бы там пережили. Там и атмосфера, Там все. Там все настолько прекрасно, Что если бы вы туда попали, Вы бы не захотели больше никуда идти оттуда. И вы знаете что? В раю Бог дал всего лишь одну инструкцию. Одну инструкцию. Видите это дерево? Дерево жизни. Кушайте, пожалуйста. Видите вот это дерево? Дерево познания добра и зла. Не кушайте. Но, Если вы все-таки покушаете от него, Если вы все-таки пренебрежете Этим повелением, Словам Бога, Тогда вы умрете. Тогда ваша жизнь будет печальная. Вы будете страдать, Вы будете мучиться. Знаете, Не особо-то я думаю, Что Адам понимал, Что такое смерть. Потому что у него не было смерти. Он был создан жить вечно. Не особо-то он понимал, О чем идет речь, Когда слово было нуждаться. Он не понимал, Потому что в раю ты не понимаешь, Как можно нуждаться. Бог просто сказал и дал инструкции. И вы знаете что? Эти инструкции впоследствии были нарушены. Пренебрегли этими инструкциями Слово Божьим. Именно инструкция хранила Первых людей от добра и зла. Они жили святой и счастливой жизнью. Но как только инструкция была нарушена, Пришел грех, Смерть и жизнь. Представьте, Пришел новый образ жизни, Который они не представляли, Что будут жить. Вы знаете, многие люди, Которые хорошо, Может из хороших семей, Или у них все в порядке в жизни, Они делая, нарушая, Делая какие-то грехи, Они даже не представляют, К чему это их приведет. Они не представляют, Что если Если Голыми руками Дотронуться до голых электрических проводов, Если они пренебрегут этим законом, Они даже не представляют, Что с ними произойдет. Я много раз пробовал, Ну не так уж много, Но я пробовал, Что такое ток. И это очень неприятно. Било током. Почему? Просто так током не бьет никого. А чего ты полез в розетку? Хотел поменять розетку. Одинарную на двойную. Не помню, сколько там лет было, Может, десять. Я думал, что это очень легко, И это все просто. И был взрыв, Меня ударило. Слава Богу, что напротив сосед был, Электрик. Пришел и все починил. Он-то знал инструкцию, Что взя и что нельзя. Первые люди, Когда нарушили инструкцию, Они стали жить не в раю. Из рая их попросили. Знаете, Господу пришлось выслать их из рая. Потому что, я думаю, Они держали за все деревья, Которые там только можно. За все кустарники, За всех зверей, Кто там оставался в раю. Нет, Господь говорит, Вам, пожалуйста, вон. Вон, пожалуйста, выходите. Больше вы не можете здесь находиться. Потому что это святое место. Это рай. У вас теперь новая жизнь будет. А новая жизнь, она прекрасная? Нет, она ужасная. Они стали жить на проклятой земле. Они стали нуждаться, И пришла печаль. Знаешь, одно дело, Когда ты живешь на благословенной земле, А другое дело, Когда Бог говорит, Адам, проклята земля за тебя. Проклята земля за тебя. А потом женщину проклял. Сказал, ты будешь в боли рождать детей. Не было такого в планах Бога, Чтобы женщина в болях рождала. Но из-за греха приходит другой образ жизни. Многие люди, которые заигрывают С разными, знаете, вещами, Они думают, что это ничего никак не отразится на них. Кто-то пробовал первый раз наркотик. Он думал, что он будет контролировать, Что это он будет только иногда прибегать к этому, И что это никогда не возьмет над ним контроль. Но именно это и разрушило полностью всю его жизнь. Жизнь его окружения. Полностью в дребезге. Те, кто играли с алкоголем, И думали, что они будут расслабляться. Ведь ты же так работал. Ну почему же пивка-то не выпить по вечерам? Не попить, не посмотреть фильм. Слушай, вот тебе и приведет это пивко за руку В преисподнюю. Кто-то думал, А что я молодой? Я буду с девчонками зажигать. Один парень, верующий, Отпал от Бога. Когда я его встретил, Он говорил мне и жаловался, Что он жалеет, Что он всю юность, всю молодость Посвятил Богу. Что он не зажигал с девчонками. Мне так это было печально слышать. Потому что я видел, как он молился. Ладно, если бы это был просто какой-то парень с улицы. Я его знал. И он так молился. Он так просил у Бога, Духа Святого. И Бог дал ему. И когда Бог дал, он аж освалился. От присутствия Божьего. Он встал. Он был наполнен Святым Духом. Я думаю, у Бога было предназначение. И возможно и дальше, на сегодняшний день у него есть предназначение. Для этого человека. Но человек, он воспротивился Богу. Он возненавидел закон Божий. Он говорит, как жалко, что я с девчонками не гулял. Что столько возможностей было. Я все упустил. Представляете? Люди не понимают, что они говорят. И люди думают, что блуд это что-то, знаете, такое... Ну, это наслаждение. И это, в принципе, ничего такого страшного. Блуд это грех. Ты не представляешь, куда тебя блуд приведет? Сколько блудников сейчас в аду находится? Как они орут? Как они жалеют? Ничего в их жизни не изменится больше. Все меня здесь, на земле. Если ты слышишь. Если ты слышишь слово. Если ты слышишь, что это грех. Уйди от греха. Ты не представляешь силу греха. Грех – это вторая по величине сила на этой земле после Божьей любви. Грех – это вторая по величине сила на этой земле. Ты не сильнее греха. Если грех, если ты коснешься этого греха, ты мертвец. Ты мертвец. Не надо оправдывать ни одного греха. Надо отказаться от этого греха. Признать его и отказаться. Жизнь по инструкции – это жизнь счастливая, наполненная жизнь. Кто-то говорит, о, Бог ничего не разрешает делать. Почему? Что, в раю скучно было? Скучно было в раю? Что-то не хватало? Жена была какая-то непонятная? Или что? Адам, что не хватало? Или Ева, тебе, что не хватало? Адам непонятный был какой-то. Нет, было все прекрасно. Все прекрасно. И им это дерево 300 лет не нужно было. Они жили без этого дерева. Пока не наткнулись на рекламу. Вот почему реклама бомбардирует сегодня людей. Задумайтесь. Вот почему масса рекламы бомбардирует твой мозг. Бог, чтобы ты нарушил инструкцию. Как только ты нарушаешь инструкцию, ты становишься преступником в глазах Божьего Слова. Бог не сидит с палкой и не ждет. О, давай, 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 согреши сейчас как, дам тебе. Нет. Ты сам себя наказываешь. Сам себя наказываешь и обрекаешь на печаль. На разруху. Когда ты нарушаешь закон Божий. Иисус пришел на эту землю. Он не отменил закон. Он пришел и исполнил закон. И он сказал, если вы будете находиться во мне, вы будете так же. Вместе со мной. Вы исполните. В принципе, инструкция, да, Библия. Она всего лишь, послушайте. Говорит, сообщает нам. Не греши. И второе. Возлюби Бога. Или, скажем, поменяем их местами. Первое. Возлюби Бога и не греши. Все. Если ты это будешь делать, ты будешь счастливым человеком. Ты многого избежишь. Многой беды избежишь жизни. И первые люди, они стали жить ужасной жизнью. Они даже не думали, что такая жизнь есть. Сколько есть молодых людей, я им все детестов. К сожалению, я с ними даже сегодня не смогу встретиться. И напомнить им. Продолжить наш разговор. Потому что они умерли. Нету. Но однажды им звучало слово. Им звучало слово. Я помню эти моменты. Знаете, не всегда легко свидетельствовать о Христе. Не всегда вот так вот легко тебе начинать. Ты видишь человека. Ты готов о чем угодно говорить, но не о Боге. И ты все равно, ты как бы умираешь, скажем, для себя. Ради него ты говоришь, что Евангелие, чтобы Иисус помог ему, чтобы спас его. Но это было во многих случаях зря. Люди отталкивали. Люди говорили. Ты что? О чем ты говоришь? Сам себе должен помогать. Сегодня отношение к инструкции пренебрежительно. Кто-то считает, что сейчас современное время. И мы больше не нуждаемся в этой старой книге, которую писали иудеи, евреи. Этот еврейский Бог. Мы не нуждаемся. У нас сегодня технологии. У нас сегодня развитие. У нас сегодня поэзия, история. У нас все там в порядке. Зачем вы мне суете старую книгу? Это пусть древние люди живут по ней. Мы уже шагнули в науке вперед. Уже в космос летаем. Но тем не менее мы продолжаем нуждаться в старом солнце. И в его свете, и тепле. И ни одна современная электростанция не заменит солнце. Ни одна электростанция, ни одна атомная станция, никакие технологии ультрасовременные не заменят старое солнце. Мы продолжаем в нем нуждаться. Все технологии, все развития зависят от солнца. Если не будет солнца светить, умрет вся земля. Земля напрямую зависит от солнца. А солнце, оно молодое, оно очень старое. Оно очень древнее. Однако оно актуальное по сей день. Так же и Слово Божие намного актуальнее. Почему? Потому что Слово Божие живо и действенно. Друзья, когда мы не живем по Библии, мы не исполняем Слово Божие, мы же все советы, которые нам дает Слово Божие, мы пренебрегаем. Мы обрекаемся на страдания. И не надо потом никого винить. Люди часто хотят обвинить других, но не себя. И это и есть грех человека. Послушайте, Адам согрешил, и у него появилась новая натура – обвинять других. Он раньше не знал, что вообще-то можно на кого-то перекладывать вину. В своих ошибках, в своей раздрухе можно взять и обвинить кого-то другого. И Бог ему говорит, Адам, что ты сделал? А он говорит, Жена, которую ты мне дал, жена и ты, вы виноваты. Ты же мне дал жену? Ты. Ты мне дал жену? Ты. Я из-за нее упал. И вот она стоит. Видишь? В пол смотрят. Она виновата. Она грешница такая. Подожди, Адам, а ты? Ты вообще, что ли, сухой? Ты чистый такой? Нет. Вот так многие люди сегодня, они не понимают, в чем заключается их грешный образ жизни. Они не понимают, что такое старая натура. Это именно она себя так и проявляет. Что кто-то виноват в том, как я живу. Кто-то другой виноват. Но не я. Все отступники обвиняют, то ли пастор, то ли церковь, то ли что-то еще. Но не они виноваты. Не они пренебрегли общение с Богом. Нет. Это виноват он, она, они. Но не я. Адам же не сказал, Боже, мне самому противно, что я так поступил. Прости, пожалуйста. Упал бы. И Бог простил бы. Но этого же не произошло. И когда человек не осознает и не признает свой грех, то Бог не может его оставлять дальше, потому что Бог честный. И начинается очень долгий процесс прихода человека к Богу. Знаете, что это? Этот процесс заключается только в одном. Чтобы человек осознал, что он нуждается в Боге. Что он грешник и нуждается в Боге. Чтобы до этого дойти, многим нужна целая жизнь. Кто-то в молодости может осознать, Боже, я грешник. Я такой вообще просто мерзкий грешник. Я реально грешник. Я просто нехороший человек. Боже, прости меня. Кто-то в молодости может в такой молитве помолиться. А кто-то и до старости не может. Потому что он считает, что он хороший человек. И вот Адам, кстати, он считал, что он хороший человек. А Ева плохая. Одна всего лишь была инструкция. Не ешьте. Ради вашего блага. Я не буду вас держать. Я не буду держать вас от греха. Я просто сообщаю вам, что не надо это делать. Делайте все. Кто-то говорит, о, с Богом ничего нельзя. Бог разрешает делать все, кроме греха, как поется в песне. Он разрешает делать все, кроме греха. Так можно, оказывается, делать все, кроме греха. Так ты что? Ты за грех выступаешь? Ты оправдываешь грех? Ты называешь грех нормальным явлением? Это побочное явление. Адам с Евой. Они были очень святые и наивные люди. Они не понимали, что такое грех. Потому что они не понимали, что такое зло. И что такое добро? Вы знаете, что на небе нету добра и зла? Да оно святое. И это разные понятия. Там нету добрых людей и злых. Там есть искупленные, святые люди. Аллилуйя. Для чего нам дана Библия? Для чего нам дана инструкция? Чтобы мы жили по ней правильно и счастливо. Послушайте, когда ученик в автошколе учится вождению, он может просто пойти и купить себе права. Им некоторые так делают. И потом аварии происходят. Нет, ты должен вникать в перекрестки, правила, знаки. Оу, оу, оу. Зато потом ты счастливо живешь. Счастливо твоя семья живет. Понимаешь? Ты живешь без аварий. Разве это не счастливая жизнь? Ты сел в машину, приехал. Потом обратно сел и обратно приехал. И у тебя все в порядке. Ты счастливый человек. Ты не сделал аварии. Ты не нарушил. Ты не сбил никого. Ты даже не представляешь. Ты счастливый человек. Но если многие пренебрегают инструкцией, правилами дорожного движения, их можешь дать беда. Их можешь дать беда. Кто тебя надоумил делать сейчас обгон? Не время было делать обгон. А я не могу. Я такой весь. У меня импульс такой. И вот и передо мной этот едет громадина. Я должен его обогнать. Нет. Инструкция говорит, не делай этого. Но он тебя не держит за руки, за ноги. Ты повернул руль влево. Дал полный газ. Вспышка. И тебя нету. Кто виноват? Ты виноват. То, что ты нарушил инструкцию. Кто виноват в том, что ты грешишь? Ты виноват. Потому что то, что дьявол тебе предлагает, ты соглашаешься. То, что Бог тебе предлагает, ты говоришь, не, это как-то выглядит неаппетитно. Там вот нельзя вот это, нельзя то. Послушай. Счастливая жизнь не заключается в грехе. Счастливая жизнь как раз-таки заключается вне греха. Есть очень много удовольствий вне греха. Для чего нам дана Библия? Чтобы мы жили по ней правильно и счастливо. Царь Соломон, мудрейший царь на этой земле, он говорил, сын мой, к словам моим, преклони ухо твое. Знаете, что это? Это означает, настолько внимательно будь. Знаете, человек внимателен, когда он подслушивает. Когда сидит, его учитель учит, инструктор, если еще монотонно, он просто сидит так, а потом спит. Но если человеку надо что-то подслушать, вряд ли он заснет. У него вырастут слоновьи уши. Большие. И он будет подслушивать. Каждый момент, каждое слово. Что там, что да как. Вот Соломон призывает своего сына преклонить ухо. Преклонить ухо. Насколько внимательно, чтобы был он. Чтобы у него была благословенная жизнь. Потому что Соломон как раз таки знал, что плохо и что нельзя. Что такое добро. В ста процентах он знал, что такое добро. И в ста процентах он знал, что такое зло. Мы сегодня только маленькие проценты знаем добра. И маленькие проценты знаем, что такое зло. Мы практически ничего не пробовали. Из-за того, что у нас просто не было никогда возможностей. Просто не было возможностей. Не то, что желания не было. Не было возможностей. А у него были. И он говорит, я всего испытал. И я тебе, сын, садись сейчас и слушай, вот это для тебя хорошо, вот это для тебя плохо. Вот женщину всегда бойся, всегда эту женщину обходи стороной. С проститутками никогда не сообщайся. С женщинами шумливыми, которые тебе там глазки строят, замужние, никогда не подходи к ним. Потому что слаще меда уста ее. Но последствия от нее горьки, как полынь. Если бы сегодня молодые парни и девушки, они бы слушали Слово Божие, они бы слушали инструкцию к жизни, они бы жили в порядке, у них была бы хорошая жизнь. Они бы не были изнасилованы, им не пришлось бы потом скрывать, не было бы позора, не было бы слез, не было бы суицидов, не было бы ничего боли душевной. И если бы они следовали Слову Божьему. Последний пример приведу. Один пастор ходил в психиатрическую больницу. Психиатрическую. И там был один помешанный, ну ненормальный человек. И очень удивительно, но он понимал, что он ненормальный. И он подошел к пастору, он слушал, что пастор говорит о Слове Божьем. И он спросил, он спросил у него, это реальный случай, что мне нужно делать, дайте мне совет, чтобы стать нормальным человеком. Чтобы больше не быть психом. И пастор ему сказал, читай Слово Божье. Читай Слово Божье. Прошло некоторое время, этого человека выписали из больницы. Потому что он стал нормальным человеком. Библия, она облагораживает человека. Она дает новое начало для человека. И все, кто пренебрегают ей, потом будут жалеть. Но все люди, которые боятся Господа, которые уважают Его, которые любят Слово Его, они будут полностью под защитой. Полностью. Потому что там столько обетований. Там столько обетований, несколько тысяч обетований. Для тех, кто подчиняется инструкции. Он синхронизирует свою жизнь с Библией. Такие люди, они проживут хорошую жизнь и перейдут еще лучшую. Будьте благословены. Давайте будем молиться.